МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сложности реформирования налоговой системы мы обсудим сегодня с нашим гостем в студии, министром по налогам и сборам Рауфом Цимсбе. Цимсбе Рауф Асланович родился 23 ноября 1956 года в городе Гагра. После окончания средней школы в 1975 году был призван на службу в ряды ВМФ в городе Феодосия. В 1979 году поступил в Абхазский госуниверситет имени Горькла. Отделение правоведения, историко-юридического факультета, который окончил в 1984 году. Следующие пять лет работал юристом в Абхазсовете по туризму и экскурсиям в городе Сухум. С 1989 по 1990 годы был инструктором отдела административных и финансовых органов Гагрского райкома партии. С января по март 1990 года работал следователем прокуратуры в Газре. Следующие два года являлся начальником государственной налоговой инспекции по городу Газра. С 1994 по 2006 годы начальник налоговой инспекции по Гагрскому району. С 2006 по 2011 годы начальник управления налогообложения юридических лиц Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия. В октябре 2011 года назначен председателем государственной налоговой службы Республики Абхазия. С октября 2014 года министр по налогам и сборам Республики Абхазия. В 2009 году ЦИМСБА присвоен классный ЧИМ – советник налоговой службы первого класса. А в апреле 2014 года на основании указа президента Республики Абхазия ему присвоен классный ЧИМ – государственный советник налоговой службы. Раул ЦИМСБА – участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Награжден медалью за поддержку мира в Абхазии. Женат отец твоих детей. Добрый вечер, Рауль Асланович. Добрый вечер, уважаемые телезрители Бобзен. Добрый вечер. Сразу же первый вопрос. В нашем обществе обычно говорят, что налоговые органы собирают налоги. Насколько такое мнение соответствует функциональным обязанностям сотрудников Министерства по налогам и сборам? Вы понимаете, в чём дело? Это в народе бытует такое мнение, что налоговики собирают налоги. Это ещё в царское время собирали налог, называли налоговиков мытарями. Сейчас совсем закон поменялся, совсем другие экономические отношения. Сегодня основные функции наши в законе записаны – это контроль за правильность исчислений в своевременную выплату платежей. Поэтому немножко это, как говорится, слово нам не подходит. Единственное, что мы в исключительных случаях делаем, собираем платежи – это сдача жилья в наём. Это тоже не наша прямая обязанность, но это вынужденная мера, потому что сегодня наше население, которое сдаёт жильё в наём, оно зачастую не хочет идти в Сбербанк, не хочет идти в Сберкассу, платить полагаемые платежи. И потому государство на нас возложило обязанность, что мы идём по форме 24, собираем налоги. И потом, естественно, уже отчитываемся, и платежи поступают в бюджет. А во всех остальных случаях у нас чисто контрольные функции, чем мы занимаемся. Понятно. Рауф Асланович, близится к завершению курортный сезон. Могли бы Вы подвести какие-то итоги того, какова собираемость налогов в этой сфере? Ну, я на этот вопрос так отвечу. Курортный сезон, на самом деле, близится, но он ещё идёт. У нас ещё сентябрь месяц впереди, середина октября, насколько это практика подсказывает. В этом году, конечно, лето началось, как говорится, немножко рано. Рано в том смысле, что обычно у нас идёт июнь, июль, а в этом году туристы пошли ещё в апреле месяце. Это немножко нас радует и потому даёт какие-то положительные результаты. Лето, когда сложное, когда народу много, конечно, у нас и налоговиков, и работы много. Это надо своевременно поставить налогоплательщика на учёт, своевременно предъявить ему налог, и в том конце, конечно, взыскать. Всё это на нас накладывает определённые трудности, но, тем не менее, мы подготовились к летнему курортному сезону, провели учёт всех наших налогоплательщиков, провели учёт наших койко-мест, и увеличение у нас было. Мы неоднократно выступали по телевидению, говорили. Всё это сегодня дало свои положительные результаты. Скажите, каким образом реализуете? То, что просто ходят сотрудники и смотрят, где появились новые места? Это, чтобы вы знали, это идёт чисто... Во-первых, у нас работа так поставлена, что каждый инспектор закуплён за определённым участком. Вот он по дворным обходам выявляет новые здравницы, выявляет новые мини-гостиницы, естественно, тех людей, которые создают жильё в наём. Это те, которые создают свои квартиры там на период летних сезонов, или там в домах своих размещают койко-места. Вот этих мы выявляем по дворным обходам. Эта работа немножко сложновата, требует очень много времени, естественно, но её надо проводить, и мы её проводим. Может быть, там коэффициент полезного действия, сдача жилья в наём для бюджета минимальная, но всё равно работа эта проводится. Мы её проводим. Вот такую работу мы провели. Спасибо. А какова в целом динамика налоговых поступлений за этот год? Могли бы Вы сказать и сравнить его с прошлым годом? Значит, я могу сравнить. Я уже говорил, что летний курортный сезон ещё продолжается. Обычно у нас отчётность всегда квартальная, квартал вообще не закончился. И вот мы ещё ждём в течение следующего, девятого месяца, какие-то дополнительные поступления. В целом, на сегодня мы подводили итог, по итогам шести месяцев у нас были совещания. И вот на сегодняшний день у нас динамика, в принципе, во всех районах положительная. Кроме, вот на сегодняшний день у нас немножко проблемы с Сухумским районом. Это с чем связано? Потому что там нет таких крупных налогоплательщиков, нет таких субъектов экономики, допустим, как в городе Гагра, в городе Сухум, потому там, естественно, и бюджет меньше, и поступление маленький. А так, в целом, мы сегодня идём, у нас динамика роста составляет 120%. Я считаю, это нормальная цифра. Если это взять в деньгах, получается, у нас сегодня 200, 230, 250. Каждый раз мы на определённые даты у нас идёт увеличение платежей бюджета в сравнении с прошлым годом. Вот такая вот сегодня у нас идёт динамика. Скажите, а в какой сфере больше всего мы получше собрали налоги? В каком направлении, может быть, так можно это было? Понимаете, в чём дело? Мы отдельно вот так разделение не ведём, тем более сейчас ещё квартал не закончился. Мы будем делать анализ, чтобы как летний курорт совсем завершится. Конечно, если взять по районам, у нас более-менее стабильная ситуация с бюджетом, с деньгами, это в городе Сухум. Потому что здесь, хотим или не хотим, всё-таки основные налогоплательщики стоят на учёте здесь. Какие-то денежные средства тоже сосредачиваются в городе Сухум. А у нас как положено, если платят налоги там, где стоит предприниматель для предприятия на учёте? Потому что в городе Сухум их больше и потом более или менее. Правда, город Сухум бюджет тоже увеличен. Если у нас в целом бюджет составляет 2 миллиарда 230 миллионов, то на Сухум приходится 1 миллиарда 200 миллионов. Это, считайте, почти до 50% приходится на город Сухум. Потом идёт уже город Гагра, Гудаут и потом уже восточная часть чуть-чуть меньше. Спасибо. В чём прослеживаются наиболее сильные проблемы для реализации именно функции Министерства по налогам и сборам? В чём сложность? Могли бы Вы сказать коротко? Вот я скажу, что у нас на каждом этапе есть определённые свои проблемы. Вот сейчас, на сегодняшний день, если взять этот отчётный период, взять в целом тот год, на который сегодня мы, говорится, отчитываемся, и взять, если курортную деятельность, у нас сегодня из всего этого проблема номер один – это погашение недоймок. У нас долги растут. Сегодня он составляет порядка 200 миллионов. И что самое, понимаете, как говорится, что нас расстраивает, у нас нет механизма взыскания. У нас в законе написано, что долги взыскиваются в бесспорном порядке путём выставления инкассовых поручений. Это инкассовое поручение действует положительно только тогда, когда, извините меня, на расчётном счету есть какие-то определённые деньги. Когда их нет, это инкассовое поручение не действует. Например, у нас сидение в соседних странах, вот Российская Федерация, других, там есть другие методы взыскания недоймок. Там обращают на имущество, ограничивают переход через границу физических лиц, также перевоз грузов. Это мера общеизвестная. Да, кстати, там эти не только налоговые долги, все даже коммунальные какие-то услуги, если человек имеет задолженность, вот такие меры принимают. У нас таких вот законов пока нет, и потому нам немножко трудновато. К теме законодательной базы мы ещё вернёмся. Я бы хотела, чтобы вы сказали о том, какова собираемость по районам. Вы немножко говорили об этом, но, может быть, вы приведёте какие-то цифры и скажете, какие проблемы там, и почему какой-то район, например, отчитался по более высоким показателям, чем другой. Вот, может быть, об этом поподробнее. Ну, давайте, Дадаяна, с чего начну. Дело в том, что вы знаете, что у нас есть индикативный план. Потом, после этого мы утверждаем бюджет. И нам, налоговикам, спускают бюджетное задание. Вот, исходя из этих бюджетных заданий, мы определяем и динамику поступления, и в целом, какие там бывают проценты. Например, если взять чисто в денежном выражении, я уже сказал, что бюджет города Сухума самый большой. Вот на сегодняшний день у него динамика составляет где-то порядка 114 процентов. То же самое в Гаграх. Гагра – это курортный район. 50% всех платежей в основном Гагра собирают только в летний курортный период, потому что там только одни здравницы. А в Сухуме-то стабильно идет, одни и те же суммы, потому что здесь все-таки нет такого перепада, как в Гаграх. Вот в этом году, что приятно хочется отметить, первый раз в жизни Ачимчира выполнила бюджетное задание. И идет сегодня самая большая динамика у Ачимчира, порядка 230 процентов. Это сильная динамика. За счет чего это так произошло? Это за счет чего произошло, потому что мы все-таки напрямую связаны от налогоплательщиков, от их не доходности. Там есть три организации, которые занимались переработкой рыбы. Вот видите, в этом году пошел хороший улов хамсы, как говорится. Хамсов хамсы не едят. И вот за счет этих трех крупных фирм у нас сегодня вот такое пополнение бюджета по Ачимчинскому району. Более сложная ситуация у нас, я уже говорил в начале, это в Сухумском районе. Там на самом деле те крупные объекты налогообложения сегодня немножко, как говорится, хромают. Ну, в Кварчалу знаете. Там большие хозяйства, насколько я знаю. Там те хозяйства, которые есть, и недоходные. Там крупные у нас что может быть? Это Абхаз, Великозащита, потом Хастоп, вот эти два крупных. Больше там крупных никого нет. Это те, которые стоят там на учетах. Кварчал, Гал? Ну, Кварчал, Гал, вы сами знаете, какие там проблемы, там таких вот особо доходных. Например, в Гальском районе ситуация намного лучше, чем в Кварчале. В Кварчале у нас всегда надежда на уголь. Знаете, что расходная часть там всегда, как говорится, доход не превышает эти расходы. А в Гале там нет, идет какое-то оживление, идет какая-то торговля. Во-первых, когда идет деловая активность наших граждан, там всегда идут какие-то определенные доходы, даже на рынке. Так что ситуация между Кварчалом и Галом, она разная. Кварчал находится где-то в стороне, а Гал нет-нет, там проходят какие-то потоки. Вот такая ситуация. Спасибо, Раул Фасланович. Первый вопрос от телезрителя. Вот так вопрос звучит. Как Вы оцениваете экономическую целесообразность для Абхазии создания свободных экономических зон, по примеру того же Кипра? Как это скажется на сумме собираемых налогов? Ведь свободные экономические зоны предполагают налоговые льготы и послабления. Я, знаете, как к этому вопросу отношусь. Дело в том, что взять наше законодательство, оно подряд одни льготы. Если кто-то скажет, что у нас в Абхазском в нашем налоговом законодательстве нет льгот, значит он не считал наши законы. А так, конечно, я... Но для чего свободные экономические зоны? Ну, видите, для чего. Это, видимо, тоже там для того, чтобы поднять государство, поднять экономику. Это одна из форм. Но дело в том, что у нас, мне кажется, совсем не такая зона, потому что у нас одна сторона закрыта, другой оттуда идут потоки. Надо просто их правильно организовать и пустить в правильное русло. Что касается льгот, у нас достаточно. У нас, во-первых, для предпринимателей, которые хотят сюда вложить деньги, свои средства, инвесторы наши, думаю, достаточно льгот, если они имеют такое желание. Просто, мне кажется, одна сама льгота ничего не дает, должна быть еще и государственная поддержка, должно быть желание тех, кто вложит сюда деньги. Тут много, это, во-первых, вопрос немножко и политический, и экономический. Здесь так просто не ответишь, что будет нужно для государства, и где оно будет помешать. Понятно. То есть там нужен просчет, экономический... Да, это должны быть просчеты, и вообще мы должны знать, что мы хотим. Это самое главное. Хорошо, спасибо. Вот скажите, пожалуйста, часто и в СМИ, и среди каких-то официальных выступлений звучит такой термин, как улучшение качества налогового администрирования. Что это значит? Для чего это? Ну, если сказать таким простым языком, что было доступно телезрителям, понимаете, чтобы говорить об администрировании, нужно, значит, во-первых, должен быть объект и должен быть субъект. Мы должны иметь людей, граждан, предпринимателей, кого мы могли администрировать. Просто так само администрирование ничего не дает. Должна быть деловая активность, люди должны зарабатывать деньги, и после этого должны мы ходить, как говорится, администрирование. Во-первых, все эти два понятия должны идти вместе. Экономика должна подниматься, налоги, как говорится, должны браться в полном объеме. И в то же время надо сделать так, чтобы такие условия создать, чтобы предприниматель тоже богател. Государства всегда богаты там, где, как говорится, граждане богатые, богатые налогоплательщики. А путем там кнута это не так вот. То есть этот термин немножко преждевременно на ваш взгляд? Нет, не то, что там. Мы, да, делаем. Во-первых, само слово, оно, это дополнительная для нас, что мы как говорим? Мы говорим, что да, мы проводим дополнительные какие-то контрольные мероприятия. Но если никому применить нельзя, для чего проводить? Мы же должны знать, что человек скрывает доходы, потом уходим лишний раз, там это говорим и администрируем. Это все такие понятия, оно должно вместе идти. Одно слово, оно от этого ничего не даст. Надо, чтобы были еще объекты и субъекты, на кого это будет распространяться. Тогда, конечно, оно даст свой эффект. И вот обязательно определенный результат. Понятно. Понятен ваш ответ. Спасибо. Остановимся на теме налогооблагаемой базы. Вот в последнее время руководство страны говорит о том, что нужно как бы расширять эту налогооблагаемую базу, выводить из тени какую-то часть вот этой базы. Скажите, пожалуйста, удается ли это? Значит, я что хочу по этому вопросу, как хочу ответить? Дело в том, что у нас сказать, что нет резервов, это неправда. Вот мы сегодня четко видим, какие у нас резервы. Дело в том, что, во-первых, наши законы на протяжении 10-ти лет не менялись. Вот как они были заложены в то время, тогда они, конечно, имели там, как говорится, свою цель, свою программу. Сегодня они, по большому счету, немножко хромают и нуждаются в доработке. У нас, когда мы говорим о налогооблагаемой базе, я, например, могу четко сказать, что здесь, кстати, телезрители слышат, они прекрасно знают, сегодня 80% населения занимается торговлей. И потому у нас в этой торговле есть база, есть заработ на плате базы, есть в НДС база. Я могу тут назвать все налоги, налог на прибыль могу назвать, сейчас конкретно подойти к определению, состав затрат могу взять, какие-то нормы на питание. Здесь можно много примеров привести, где у нас можно поднять налогооблагаемую базу. Но сегодня самое главное – это торговля. У нас, вы знаете, что все, кто занимается торговлей, они по большому счету на спецналоге. У нас есть один из таких видов налога – это спецналог. Он, во-первых, уже сказать, что совсем себе изжил, может быть, неправильно будет, просто когда применяли, когда мы внедряли этот спецналог, я тоже был участником в то время, тогда были другие цели. Тогда у нас не получалось контролировать выручку, знали о том, что нужно бы вести какой-то другой учет, сделали так, что пускай предприниматели работают, определили им определенную ставку, лишь бы они платили этот налог. Но это время прошло. Сегодня мы все живем в этом городе, в этой республике. Вы знаете, даже взять район нашего центрального рынка, взять магазины крупные, которые находятся на проспекте мира, сегодня их доходность превышает больше 100 тысяч в месяц. А налог, который должен платить, согласно нашего законодательства, где-то может быть 800 рублей, может быть 1000, но самое большее – 1500. Вот так не получается. Если ты занимаешься бизнесом, зарабатываешь деньги, обязательно нужно какую-то часть дать государству. Вот в чем дело. Если мы так не будем, если бизнес не будет помогать государству, государство не будет развивать бизнес, тогда у нас ничего не получится. Скажите, а почему не получается? Почему люди незаконно послушные или законы не устаревшие? Нет, я не могу сказать, что у нас народ незаконно послушный. Просто вот эти вот проекты нужно вовремя внедрять, отправлять на парламент, отрабатывать, и чтобы они… Вы имеете в виду проекта закона о налогоблажении? Да, надо вносить туда изменения. Я, например, могу для примера сказать, что мы всегда боимся вносить какие-то предложения, изменения, думая, что это обязательно повлияет отрицательно на налогоплательщика или на государство. Вот в прошлом году в Российской Федерации было больше 400 поправок в наш налоговый кодекс, в российский кодекс, а у нас, между прочим, его даже нету, и некуда поправки вносить. Это о чем я говорю? Что каждый раз ситуация экономическая меняется, есть какие-то проблемы, есть какие-то вопросы, которые надо решать. А у нас его даже нет, куда вносить поправки. И потому немножко мы буксуем. Но сейчас, насколько мы знаем, идет же работа в парламенте по налогоплательщикам. Значит, работа в парламенте идет. Я считаю, что нам необходим налоговый кодекс, это как налоговикам, так и предпринимателям. Вообще, что такое налоговый кодекс? Это свод законов. Свод закона в один документ. Вот надо над ним работать. Он просто нам необходим. Что туда должно войти, вот в первую очередь, как вы считаете? Значит, во-первых, он состоит, во-первых, из всех наших законов. Там закон об НДС, налоги на прибыль, подоходы, там все буквально четко расписано. Вот на мой взгляд, сегодня, что не хватает в наших вот этих законах, у нас нет механизма взыскания от этих недоимок. Помните, я в начале разговора говорил о том, что все-таки нужно делать какие-то ограничения для недоимщиков. Сегодня у нас крупные неплатежи, очень крупные. Они, кстати, растут. Есть тенденция к тому, что еще будут больше. А мы не можем повлиять как на физических лист, так и на юридических лист. И потом, мне кажется, основным должно быть там заложено вот именно механизм взыскания долгов. В Российской Федерации, все-таки у нас база, хотим или не хотим, российская, там работает институт приставов, судебных приставов. Я думаю, нам тоже нужно в ближайшее время, значит, разработать, внести законопроект на парламент, и чтобы судебные приставы могут эти вопросы решать. Потому что мы все-таки цивилизованные государства, я думаю, все вопросы надо решать через суд. Ну вот, насколько мы знаем, не так давно как раз было создано что-то вот наподобие этого института, когда судебные приставы как бы... Нет, у нас оно пока называется судебные исполнители. Судебные исполнители, да. Да, у нас пока только исполнители. То есть они уже имеют другие полномочия? Ну, приставы, видите, там более расширены права его, и он более самостоятельно в своих действиях. И потом, я думаю, что если он был бы нам принят, многие проблемы сняли. Это же не только связано, у нас долги по электроэнергии, долги там, извини меня, за квартиру, кредиты возьмите, которые банки. Это все эти вопросы должны рассматривать части погашения, части взыскания именно судебным приставом. Это вообще признанная мировая практика. Мы хотим или не хотим, должны тоже отталкиваться от этого. По-другому нас никак не получится. В налоговом кодексе есть что-либо, который разрабатывается о вот этом спецналоге, о котором Вы говорили? Какой-то там есть вариант? Ну, значит, у нас, я уже говорил, что кодекса налогового нет, но в российском там называется единый, значит, называется налог на обмененный доход. Там тоже самое есть такая практика, она не отменена, просто там круг более сужен. У нас сегодня, понимаете, мы вынуждены были, многие предприниматели, многие виды деятельности перевести на спецналог. Это почему делали? Не от хорошей жизни. Потому что, я еще раз говорю, что мы не можем четко контролировать выручку. Когда мы не контролируем выручку, мы не можем четко знать, какой предпринимательный доход. А если мы не знаем, какой у него доход, тогда, извините меня, не сможем правильно применить налоги. Еще вот не могу не сказать, где мы теряем. Мы теряем большие налоги на заработной плате. Вот элементарно, видите, по телевизору везде передают. Там требуется, скажем, повар, требуется официантка. Потому что, особенно по Гагровскому району, это каждый вечер, там идет такое объявление. Дело в том, что сегодня повар меньше чем полторы-две тысячи в день работать никогда не пойдет. Официантка то же самое. А у нас работодатель сегодня что нам показывает? Нам показывает, что он ему платит 8, ну хорошо, в самом общем случае 10 тысяч. В месяц. И те в месяц, понимаете, а он в день получает полторы-две тысячи. И те разница какая. Если мы вовремя это все реагировали, могли бы взыскать, то, конечно, и платежи в бюджет были бы намного выше. Это просто надо понимать. Ну вот есть разговоры, что вот налоговая система ужесточается, и что это немножко наших граждан как бы в напряжение приводит. Вот скажите, есть от чего беспокоиться? Или количество налогов увеличится, или наоборот уменьшится? Как вот вы думаете? Значит, я вот хочу... Еще какие изменения в проект вы думаете нужно внести? Значит, я вот хочу, во-первых, наших граждан успокоить, чтобы никакие новые налоговые, никакие законы мы не рассматриваем. Законы остаются те же, налоги остаются те же. Просто мы хотим немножко их отшлифовать. Вот я когда говорил о спецналоге, вы меня правильно поняли, что на самом деле же дальше этот налог работать не может, потому что он совсем уже... Нет никакой... Где 100 тысяч, извини меня, чистого дохода в месяц, и где ты платишь тысячу рублей, это, наверное, не совсем правильно. А хотя с другой стороны, есть такая несправедливость. Такой же магазин рядом стоит, который... Доходность... У него меньше бизнес, немножко не получается. Он может на самом деле получать столько, сколько платить там полторы тысячи рублей в месяц. Ну, надо же как-то разделять. Это опять-таки что говорит? В идеале вообще нужно налоги брать с дохода, с чистого дохода, что мы не можем пока контролировать выручку. Вот на сегодняшний день есть специальная программа в Российской Федерации. Она будет недерна где-то, наверное, с 2016 года. Мы уже тоже занимаемся здесь в правительстве. И вот мы что хотим сделать? Совместно с таможней отрабатываем специальную программу, которая будет нам показывать четко, как только товар въехал на территорию республики, и до потребителя. И все его прохождение, и вплоть до того, что когда будет покупать покупатель продукцию, он обязательно должен будет взять там квитанцию, контрольный кассовый аппарат, выбивать ее, чтобы мы уже четко знали, какой у него доход. И тогда будет все справедливо и хорошо. Но это, опять-таки, программа сама так просто ее не разработает, что она еще и стоит денег. Немножко, я думаю, все-таки в 2016 году, мне кажется, мы обязательно бюджет заложим, эту программу. Она вот обязательно нужна будет нам всем, нашим предпринимателям, в том числе и государству. От этого только мы все выиграем. То есть вы имеете в виду, вы заложите в программу, то есть в проект нового закону? Эта программа разрабатывается нами, да. Вот мы хотим просто ее немножко шлифовать, сделать так, чтобы она была доступна. А вообще, чтобы вы знали, это контрольные кассовые машины, которые сегодня в некоторых магазинах стоят и везде. Наши граждане тоже не хотят, по большому счету, ими пользоваться. Вот вы приходите в магазин, почему бы вам не взять этот чек, квитанцию, как он там называется, данные контрольного кассового аппарата, что вы там приобрели какой-то товар. Вы же тоже говорите, нет, не хочу, не надо, правильно? Вот этим всем пользуются. Когда говоришь, не хочу, значит, там уже обязательно не будет тех цифр, тех денег, которые там, на ту сумму, которую приобрели товар. Поэтому здесь от населения тоже многое зависит. Так что... Спасибо, Вашу точку зрения мы поняли. Я сейчас еще один вопрос от телезрителя озвучу. Сейчас говорят о возможности введения патентной системы налогообложения. Как вы оцениваете ее эффективность? Не уменьшится ли на этом основании собираемость налогов? Значит, я к этому вопросу, так вот могу на этот вопрос вам ответить. Дело в том, что я еще когда говорил, что специальный налог, он себе что предусматривает? Предусматривает уплату налога в месяц раз, да там, за туре, ну, деятельность. Дело в том, что сегодня у нас проблема просто взыскивать эти деньги. Патент он что предусматривает? Предусматривает там, ты пришел, взял патент на 3-4 месяца. Теперь весь вопрос в том, ты будешь ли, заплатишь ли за 4 месяца, за 5 месяцев вперед, тогда, когда мы не можем взыскать даже за 1 месяц. Вот в чем вся проблема. Вся проблема, как взыскать эти деньги. А так, конечно, я поддерживаю, если будут уплаты. То есть сама система хорошая, но не длится эти же баллы. Да, ну как, будет, заплатят ли вовремя? У нас вся проблема в том, что не платят вовремя. А заплатят ли он наперед? Спасибо. И еще один вопрос. Леона Лакарба, студент АГУ, наш постоянный телезритель. Спасибо ему большое. Рауф Асланович, в большинстве стран мира, в том числе в Российской Федерации, существуют налоговые послабления для зарегистрированных предприятий. Это либо полное освобождение от уплаты налогов, либо частичное снижение налоговых ставок на определенное время. О чем вы говорили. Возможно ли у нас использовать эту схему поддержки бизнеса? Значит, я уже вам говорю, что в наших законах никто не может сказать, что нет льгот. У нас только льготы. На всех подряд, без исключения. Но, конечно, я бы с удовольствием поддержал тех, кто только начинает заниматься бизнесом, вносит какие-то определенные денежные средства. Вот на тех надо в пределах года-два давать какое-то ослабление. А так, постоянно давать льготы, это там и... У нас дело в том, что и расходы растут же в бюджет. Надо еще понимать, что интересы государства тоже есть. Не получается все время давать одни льготы. Конечно, молодым особенно. И вообще, я считаю, что льготы надо давать по видам деятельности, в зависимости от того, что ты хочешь сделать. А просто так дать льготу ради льгот, это, мне кажется, неправильно. Льготы тоже должны давать какое-то то государству, пользу, и давать как-то предпринимателю подниматься. Вот так должно быть. Спасибо. Вот есть категории работающего населения, которые оказывают различные услуги. Это незарегистрированные, я имею в виду, таксисты, лица, развозящие товар на дом, репетиторы. Есть возможность как-то их поставить на учет? И целесообразно ли это вообще? Я знаете, что вам скажу? Когда говорят, что налоговики не ставят на учет, это немножко несправедливо. Мы всех ставим на учет, кого видим, но есть какие-то определенные проблемы. Вот что касается транспорта, который, говорите, занимается с рынка, возит товар домой, дело в том, что вот эти категории налогоплательщиков, они работают от транспортных предприятий некоторые. Вот эти у нас на учете не стоят. А все остальные пассажирские, переводские, грузовые стоят у нас на учете. Во-первых, сама ставка налога маленькая, не да, получается, что вовремя не могут заплатить налоги, у нас все время идут какие-то конфликты. Вот вы там обозначили, я могу с вами согласиться, кого мы не можем поставить на налоговую учет, а те репетиторов. Мы неоднократно обращались, проводили контрольные мероприятия. Был даже такой случай, помню, что зашли в дом к одному нашему преподавателю, вы его хорошо знаете, у него там сидело 5 или 6 этих, учеников, кого-то он готовил в институт, не знаю как. И он сказал, что он все это, деньги с них не берет, что это просто так он оказывает там помощь, он их обучает и готовит, и что в этом плохого. Честно говоря, у нас по-абхазски простыдел. Вот с этим немножко у нас получается проблемы, а так, конечно, мы всех ставим на учет без проблем. Ну вообще, вот те же репетиторы, там большая прослойка населения, значительный ли налоговый сбор с них? Там подоходный налог платит, он небольшой, с дохода 10%. Спасибо. Как проводится работа по инвентаризации объектов размещения туристов? Вот те же койко-места, о которых вы говорили. Ну, в этом году я вам скажу, что мы провели большую работу. Вообще, наша вся работа, она начинается с учета. С учета налогоплательщиков, с правильной постановки, от того, насколько мы проведем инвентаризацию, не только койко-мест, а вообще в целом. Потом, как говорится, мы уже считаем наши платежи, наши результаты. В этом году мы очередной раз провели хорошую работу. Очень много выявили тех, которые новые постройки, постройки, в частности, мини-гостиницы в Гагровском районе, в Гудаутах. В целом получилось, что у нас где-то рост на 4,5 тысячи койко-мест. Это, я считаю, неплохой результат в том, если учтешь, что у нас все по Абхазии где-то порядка 38 тысяч койко-мест. А в чем ценность поставки их на учет? Ну, если это, скажем, маленькая гостиница, она видна правильно. А если это, скажем, человек в доме своем сдает там жилье, тоже оборудовано под мини-гостиницей, туда особо зайти тоже не получается. Проблемы получаются. Были случаи, когда наших налоговиков их в дом не пускали, говорили, что вы хотите, это вот наше жилье. Я вот сплю в гараже, сдаю кровать. В общем, много таких вот вопросов, на которых между нами, говоря, и ответ не дашь, и в то же время свою работу надо выполнять. Вот в таких вот ситуациях мы надо работать. Но в этом году, скажем, что мы хорошую работу провели, и это дает результат. То, о чем я говорю, что у нас сегодня динамика роста, о том, что сегодня где-то 200-225 миллионов мы идем с плюсом, в сравнении с прошлым годом, это как раз-таки деньги, которые оттуда вот тоже. То есть они там включены? Да, у нас отчетность цифровая. Мы же отдельно, ну, конечно, мы отчеты, когда ведем, мы отрасля тоже видим, там, где промышленность поднимается, где туристическая деятельность. Но на сегодняшний день, пока еще квартал не закончился, мы только видим динамику и видим фактическое поступление денег. И потом у нас сегодня вот такое... Спасибо, мы прервемся на несколько секунд буквально. Раул Фасланович, за весь прошлый год общее количество посещений Рицинского заповедника составило 197 тысяч человек. И при этом был собран довольно большой объем налогов, около 500 тысяч рублей. В то же время за первые полугодия текущего года количество посещений заповедника почти столько же, сколько за весь предыдущий год, когда налогов собрано было на 4 миллионов рублей. То есть в 8 раз больше. Вот как вы эту ситуацию обшираете? Сейчас я вам на целую назову совсем свежие цифры, потому что, во-первых, сколько Рицинский национальный парк пропустил у людей и такое количество, такого отчет мы не ведем. Это чисто данные, которые нам дает Рицинский национальный парк. Это все мы уже проверяем, когда проводим документальную налоговую проверку. А так, на сегодняшний день, вот я сравниваю с прошлым, в прошлом году поступило чуть больше 3 миллионов. Это Рицинский национальный парк. Вот уже в 2015 году поступило 11,5 миллионов. Вот где-то больше 8 миллионов в разнице идет с плюсом. Вот это я могу сообщить, доложить, потому что это реальные цифры, то, что поступило. А как это получилось, что за полгода там... Ну, это вопрос, наверное, не ко мне. Ясно. Это надо спросить тех, кто там ведет учет, кто регистрировал людей. Ну, и чисто... Как в Министерстве по налогам и сборам решают проблему сокращения штатов? Вот это 15% сокращения штатов, органов госправления. Оптимизацию, да? Да, оптимизацию. Значит, мы провели оптимизацию штата численности работников, как вот президент нам указом. Значит, провели не только в Центральном аппарате, провели еще и в наших по ведомственным министерствам, по налогам, по городам и районам. Значит, провели мы ее в срок, и на сегодня где-то порядка 20 штатных единиц мы ее сократили. Так мы ее провели как положено, и старались как-то не ущемить наших работников, то, что у нас людей надо готовить, что просто подготовить инспектора надо 3-4 года, а потом такого увольнять уже, потом врать другого не получается. Хотя у нас сейчас текучая часть тоже идет, люди зарабатывают, ищут места, где видят, сами знаете, сегодня вводят большие деньги. А мы бюджетная организация, мы такие же зарплаты, как и любой другой кабинет министров, так же, как Министерство экономики, финансово. Потом, в общем-то, люди немножко не остаются у нас на работу. Хотя это, как говорится... Вот критики работы там Министерства по налогам и сборам иногда говорят о том, что для того, чтобы улучшить свои показатели, якобы вот сотрудники на месяц вперед берут налоги, там сборы различные собирают. Вот как вы комментируете? Значит, дело в том, что, во-первых, сам налогоплательщик имеет право внести авансовые платежи. Это его право. Мы, со своей стороны, не имеем права аванса брать деньги. А теперь спрашивается, где логика? Для чего ему, скажем, брать в этом квартале наперед, тогда, когда знают, что в следующем квартале он не заплатит. Мы же два раза не сможем с него налог взять. Это не получается. Можно говорить все, что угодно. Например, привести, где мы взяли два раза налог или наперед заставили заплатить налогоплательщика по логами платежи. Сегодня у нас, я уже говорил до этого, что у нас недоимки составляют только порядка 200 миллионов. Мы их не можем взыскать. А теперь кого можем заставить наперед заплатить? У нас, к сожалению, таких платежщиков нет. К сожалению, если были бы, конечно, тогда можно было немножко прокритиковать нас. Вот такая ситуация. Понятно. Вопрос от телезрителя. Пожалуйста, вот еще один вопрос. Получают ли сегодня сотрудники МНС процент от сборов при выявлении сокрытых сумм или недоимок, как это было раньше? Нет, во-первых, само слово процента сбора уже неправильно. Мы указываем на президента, значит, от сумм до начисленных штрафов получаем 30%. От штрафов. Хорошо. Ряд министерств и ведомств уже обзавели соответствующими интернет-ресурсами, где говорят о своей работе, дают информацию населению. Скажите, когда Министерство по налогам и сборам обзаведется своим сайтом? Значит, мы над этим работаем. В ближайшее время у нас будет свой сайт. Хотя не все на сайте, скажешь. У нас все-таки работа такая, своя специфика. Все равно мы сейчас занимаемся над этим. На какой стадии? Ну вот, стадия завершения. Понятно. Осуществляется ли взаимодействие Министерства по налогам и сборам с коллегами из других стран? У нас дальние хорошие взаимоотношения с коллегами. Но другие страны, когда говорим, мы только имеем в виду Российскую Федерацию. Значит, у нас с Краснодарским краем, с городом Сочи, с Северным Кавказом. Вот меня сейчас пригласили, да, на день налоговика пригласили 21 января в город Москву. Меня пригласил сам руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Вот такие у нас контакты. А так всегда у нас идут поздравления, праздники, какие-то события. Рабочие какие-то соприкосновения вне туда есть? Да, обязательно посылают какие-то нам письма. Мы к ним обращаемся. Опять-таки, связано с нашей работой. Спасибо. И еще такой вопрос от телезрителя. Рауф Асланович, существует ли коррупция в налоговых органах? И какой, по-вашему, должна быть зарплата сотрудников налоговой службы? Значит, что касается коррупции, это вопрос прокурору. Я не помню, что какого-то налогового инспектора арестовали за то, что он там берет какие-то взятки. Мне кажется, когда говорим о коррупции, наверное, все-таки на каких-то... Это, во-первых, сращивание преступных элементов с высшим руководством страны. Так получилось. Я, например, такое не знаю и вообще даже представить не могу. Может быть, тут какие-то определенные на нижнем звене, там, как говорится, взятки или как бы правильно сказать. Может быть, вот это существует, я не знаю. Но коррупция, это слово немножко серьезное и сложное. Но зарплата, как и все, хотим, чтобы она была высокой. Вот и все. Понятно. Что такое налоговая культура? Каком она состоянии в Абхазии и как ее надо развивать? Налоговая культура, она должна быть с того дня, как только налогоплательщик встал на налоговый учет. Как только он взял налоговый номер, он должен знать о том, что есть определенные налоговые законы, которых он должен придерживаться. А для тех, кто, извините меня, не хочет понимать, развивать культуру налоговую, тогда у нас есть свои санкции штрафные, есть финансовые, административные. Вот с этим делом потихонечку мы боремся. И стараемся это все делать для того, чтобы поднять налоговую культуру нашей налогоплательщики. Это, мне кажется... Сложное дело. Не совсем простой. Понятно. Спасибо большое. Спасибо за беседу. Спасибо, что пришли к нам в студию. Всего доброго. Спасибо вам большое, что пригласили. Твуп Дарада. Уважаемые телезрители, в нашей передаче принимал участие министр по налогам и сборам Республики Абхазия Рауф Цинцба. В следующую пятницу, 4 сентября, гостем нашей студии будет министр по курортам и туризму в Танделгарске. Присылайте ему свои вопросы по электронной почте. Вопрос.министру.собачка.gmail.com Также вы можете задать министру свой видео. Вопрос. Запись будет проходить, как всегда, на Сухумской набережной, у Колонады, в четверг, 3 сентября, с 5 до 6 часов вечера. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»